Буржуазия Буржуазия Конечно, гимназии и лицеев большинство сталинских меченосцев не кончали. Нравы и потребности у них были довольно грубые, а жизнь ценилась гораздо ниже власти. О том, как проходили кремлевские и сталинские банкеты потехи, вспоминает случайно уцелевший секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Мельчаков. Сталин заставлял сидящих за его столом членов политбюро пить водку стаканами. Вот он ухватил Калинина за бороду, заставляет опорожнить стакан, острит при этом. Ты всесоюзный староста, тост за великий русский народ, пей до дна. Молотов под шумок подменил стакан, взял другой с нарзаном. Сталин пил и пил. Уходили с банкета первыми, конечно, руководители. Чтобы как-то скрыть опьянение Сталина, Ворошилов и Маленков шли вплотную по бокам. Сзади подпирал Каганович, а впереди прижался гном Ежов. Так и поплыли тесной кучкой. Гости провожали аплодисментами. А там, на краю земли, на Колыме, в это время шли к индигирке колонны заключенных. Одуревшие конвойные кричали, собаки надрывались в лае. Я случайно еще не шел в числе обреченных. Для меня муки этапов придут через два года. Конечно, от новых революций Сталин полностью свою власть обезопасил. Народ был настолько задавлен голодом, репрессиями, доносительством, что и помыслить ни о каком массовом выступлении не мог. Существенным оружием Сталина было растление, когда человека заставляли участвовать в подлости по отношению к окружающим его людям. Ленин предложил массам грабить награбленное, а Сталин заставил миллионы людей стать соучастниками своих преступлений. И эти миллионы теперь уже знали, что с раскрытием сталинских тайн выйдет на свет Божий и тайна их соучастия. Эта ситуация определяла безопасность снизу его многолетней власти. Но сверху опасность, по мнению вождя, нарастала. Старые соратники беспокоили великого вождя. После того, как дана правильная политическая линия, писал Сталин в эпоху борьбы с правыми и левыми уклонистами, необходимо подобрать работника так, чтобы на постах стояли люди, умеющие осуществлять директивы, могущие принять эти директивы как свои родные. В своей способности выбрать правильную политическую линию он не сомневался. Теперь он не верил в способность своего многолетнего окружения принять директивы как свои родные. Сталин смотрел на своих верных сталинцев и видел в них вчерашний, а не завтрашний день. Когда случилась некая опала Молотова, а в январе 1953 года, за два месяца перед смертью Сталина, Сталин посетил концерт польской пианистки Домбровско-Турской, то в правде вдруг появилось, что были товарищ Сталин и товарищ Молотов. Знаете, Молотов, по его собственному признанию, испугался сам больше всех, что его поставили на второе место. По сути дела, при Сталине вторым никого не было, и Сталин говорил так, вот умру я, я этому эпизоду в воспоминаниях Хрущева верю, вот умру я, передушат вас, как котят. Поэтому оставлять кому-то свое дело было очень трудно, практически невозможно. Подлинное завещание Сталина – это его последнее публичное выступление на 19-м съезде. Вождь становился все более подозрительным и нервным. Все чаще и чаще Сталина стало посещать мысль о том, что его обманывают. Самым элементарным образом. Его обманывали и раньше. Например, в дни зимней советско-финской войны докладывали о сплошной железобетонной финской оборонительной линии Маннергейма. На самом деле противник успел создать только отдельные опорные пункты. Или о страшных морозах той зимы 1939-1940 годов до 30-40 градусов мороза. В то время как зима была весьма умеренной, в отличие от следующей зимы 1941 года. Но тогда Сталин не думал, что его обманывают. А в начале 50-х годов мысли о тотальном обмане приводили его в бешенство. Он посылал ревизоров, но и ревизоры оказывались лживыми. Вождь перестал верить почти всем своим приближенным. Главному помощнику и секретарю своей канцелярии Поскребышеву. Начальнику охраны генералу Власику. Позднее исследователи увидели в этом паранойю, болезнь. Но это не было недугом одного Сталина. Паранойя была болезнью всей сталинской системы. Последние годы Сталин проводил в абсолютном одиночестве. Это было одиночество души, испытывающей очевидное раздвоение личности. Вот, казалось бы, достиг мыслимых и немыслимых высот власть абсолютная. А не с кем ее разделить. Он один. Сын Яков погиб в плену. Жена застрелилась. Другой сын Василий, генерал-лейтенант авиации, законченный алкоголик. Дочь Светлана позволяет антисоветские высказывания. Самый верный генерал Власик, начальник его охраны, оказался наглым взяточником. А у верного секретаря Поскребышева жена оказалась врагом народа. Додуматься бы ему до основных причин и сделать выводы, что причина, конечно же, основная в нем самом. Но для этого его размышлениям всегда не хватало ни мудрости, ни мужества. Дочь Светлана позднее напишет. Он был душевно опустошен. Забыл все человеческие привязанности. Его мучил страх, превратившийся в последние годы в настоящую манию преследования. Крепкие нервы, в конце концов, расшатались. Мания не была больной фантазией. Он знал, что его ненавидят и знал по тему. Многие из его приемов системы подведения под монастырь перестали работать. В 20-е и 30-е годы Сталин любил предлагать своим оппонентам откровенно высказаться, а потом ловил их на оплошных откровенностях. Перед 19-м съездом он не однажды предлагал своим соратникам свободную дискуссию. Но Булганина и Молотовы только повторяли, как жвачку, сталинские мысли и выводы. Придраться ни к чему было нельзя. Оставался самый старый и самый грубый прием. Объявить Ворошилова, например, английским шпионом. Микоян странным образом не был расстрелян в составе 26 бакинских комиссаров. Молотов неоднократно ездил в Америку. Его там могли завербовать. А Булганин скрывает свое буржуазное происхождение. Когда были арестованы врачи членов политбюро и даже врачи, на Украине лечившие Хрущева, высокопоставленные пациенты поняли, что это открывается дорожка к их личной и тайной жизни. В феврале 1953 года один из иностранных дипломатов, который был принят Сталином, обратил внимание на то, что Сталин в разговоре с ним рисует на листе бумаги совершенно машинально фигуру человечка, который окружен со всех сторон волками. И великий вождь постепенно зачеркивает одного зверя за другим. Обратив внимание на удивление дипломата, Сталин сказал, «Крестьяне совершенно правильно делают, убивая или отстреливая бешеных волков, не давая им пощады». В спецсообщении «Раскрытие дела врачей» утверждалось, что врачи-убийцы хотят умертвить не только товарища Сталина, но и целый ряд других выдающихся деятелей советского государства и партии. Правда, на удивление читателей советских газет, среди фамилий тех, кого хотели умертвить, врачи-убийцы, не было фамилий очень многих известных политических персонажей. Это означало только то, что все эти люди были кандидатами в качестве на роль первых жертв этой новой грандиозной великой чистки. В одной из любимых Сталином книг государя Маккевелли есть такая сентенция. Государь должен собирать совет, когда он хочет, а не тогда, когда другие хотят, и решительно отводить непрошенные советы. Был ли Сталин инициатором созыва 19-го партийного съезда, или эта коллективная воля, озабоченных своими судьбами сталинцев, вынудила вождя на проведение этого ненужного ему форума? Как ни странно, но ответить на этот вопрос из нашей недавней истории невозможно. С учетом подковерной борьбы перед съездом, инертным поведением Сталина на самом съезде могут возникнуть самые противоположные версии. Осенью 1952 года на 19-м съезде партии у Сталина уже не было сил, чтобы выступить с большим докладом. Он хорошо понимал, что созданное им государство замыкается только на нем одном, и что после его смерти оно может мгновенно развалиться. Впрочем, оно так и случилось. В данном случае он понимал, что необходима модернизация некоторая, но не находил для этого никаких сил, а главное, не было рядом людей, способных на то, чтобы провести эту ограниченную модернизацию его жестко регламентированной системы. На самом съезде он выступил с небольшой короткой речью, в которой сказал загадочную фразу о том, что буржуазия уронила знамя демократии. Зал в это время задоил дыхание. Неужели Советскому Союзу суждено поднять это знамя демократии? Поскольку на съезде никто не посмел эту мысль ни продолжить, ни обсудить, то мы можем только догадываться, что имел в виду Сталин под знаменем демократии. Главный отчетный доклад зачитал на 19 съезде Георгий Маленков. Несмотря на обычное словословие в адрес Сталина и бурные аплодисменты при его появлении и звуках упоминаемого имени, на первом же после съезда пленуми ЦК КПСС товарищ Сталин перестал быть генеральным секретарем. И хотя фамилия его стояла первым среди всех остальных секретарей ЦК, но представить себе, что он добровольно отказался от должности генерального секретаря во имя партийной демократии, как-то не получается. Вероятно, имела место острейшая схватка между Сталиным и верными сталинцами. А вот внешне все выглядело по-прежнему. Вождь пользовался неограниченной властью, непререкаемым авторитетом и не выпускал из рук управления карательными органами. Человек, который мог полагать, что он всемогущий. И если за вот это вот самое раздувание себя он получил пустоту, то его всемогущество просто уже столкнулось с такими вещами, как природа, которую он изменить не мог. Это у него вызывало страшную ярость. Но он ничего не мог сделать. Ну, например, если мы посмотрим на детей диктаторов из известных нам исторических примеров, то обнаружим то же самое и со Сталином. Сталин не мог никак добиться именно от своего самого любимого сына, то есть от Василия, никак не мог добиться должного поведения. Ведь это был доносчик, пьяница и лентяй. И Сталин это знал. Только там, где происходили уже прямые столкновения с природой, он чувствовал свою ограниченность. Но чем дальше он жил, тем больше он понимал, что и власть, и люди уходят из-под его влияния. Иосиф Сталин был глубоко театральным человеком. И посвятил он себя лицедейству, стал бы великим режиссером массовых зрелищ. Его театром и сценой была главная площадь страны. Какие там были роскошные похороны, какие были поставлены великолепные спектакли, которые далекие потомки будут смотреть разину в рты. В юности Иосиф Джугашвили писал стихи. В начале своей руководящей карьеры он посчитал это занятие слабостью. Но к 70-летию его восторженные прославители перевели сталинские вирши с грузинского на русский язык. Стихи, как стихи. Не хуже большинства тех, что печатались тогда в газетах и журналах. Но истинного величия товарищ Сталин достиг в советской литературе в качестве редактора и центра. Его железная рука доминировала в советской критической мысли, а именные сталинские премии давали возможность с комфортом жить нужным ему писателям, а после смерти удобно устроиться на Новодевичьем кладбище. На более других из всех искусств он обожал кинематограф. С помощью лучших советских кинорежиссеров Сергея Эйзенштейна, Михаила Ромма, Сергея Герасимова, Ивана Пырьева и других по прямым указаниям или твердым советам Сталина снимались не просто фильмы, создавалась им продиктованная и утвержденная история 20 века. Такой масштабной фальсификации история не знала. Контроль над кинематографом был одной из функций вождя, которой он никогда и никому не доверял. Достаточно вспомнить работу Сталина над фильмом «Иван Грозный» или же его «Неприятие» второй серии этого фильма. «Как Новых Адоносор!» «Жёшь Иван ближних своих огнём!» «Но и к ним снизойдёт ангел с мечом и выведет их из темниц!» «Молчи, Филипп!» «Покорись церкви, Иван! Покайся!» Ивану не в чем каяться, возражал Сталин. Бог ему только помешал уничтожить всех врагов. 1 марта 1953 года вечером Сталин в очередной раз смотрел свой любимый фильм «Цирк». Он смотрел его не менее 20 раз. Советская жизнь в этом фильме казалась ему идеальной, песней вдохновляющей. «Я нигде такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Знал ли Сталин, что это иллюзия? Или именно иллюзий ему больше всего не хватало под закат его жизни, в которой он был многого лишён ещё в детстве, чтобы потом отыгрывать это несчастное детство на других?» Отец Сталина был настолько груб и так бил ребёнка, что мать однажды сказала своему мужу. «Ведь ты же сделаешь так, что твой сын потеряет любовь и к людям, и к Богу». Не вызывает сомнения тот факт, что когда Сталину было лет 8, он в гневе на пьяного отца бросил в него нож. Нож пролетел мимо, отец бросился за ним, сосо успел убежать, его прикрыли соседи, спрятали. Но когда через несколько лет, Сталину было около 11 лет, когда в какой-то пьяной ссоре в трактире его отца зарезали, то никто не может сказать, что Сталин каким-то образом сожалел о своём отце. А ведь из тех детей, которые выходят из семьи, холодно относящиеся к ребёнку, не поддерживающие его, из этой семьи и выходят чаще всего палачи. И не нужно удивляться, что Сталин, например, в 1934 году инициировал принятие закона, по которому можно было предавать суду и расстреливать людей, начиная с 12 лет. И вот, посмотрев последний раз любимую кинокартину «Цирк», он пошёл прилечь и отдохнуть. 1 марта 1953 года было воскресенье. В ряде союзных республик проходили выборы в местные советы. Сталин дал согласие баллотироваться в восьми городах. Утром в понедельник, 2 марта, газета «Правда» сообщила, что великий Сталин избран единогласно в советы Сталинобада, Ташкента, Петрозаводска и других городов. Но вождю это было безразлично, потому что он лежал без сознания в глубоком параличе и то ли уже умер, то ли под наблюдением членов Политбюро, переходил в тот мир, где нет ни депутатов, ни кандидатов и даже нет генеральных секретарей. Есть как бы три варианта ответа. Первый вариант – старый человек лежит на диване, потеряв сознание, потеряв речь, иногда пытается поднять руку, что-то сказать, к нему бояться подойти. когда его находят, его находят в испражнениях, в грязи, по некоторым свидетельствам, это смерть просто старого человека, который уходит из жизни без заботы, без внимания, и над его трупом уже начинается дележка постов, дележка страны, начинают создаваться коалиции. Вторая версия об отравлении Сталина. Как правило, это связывали в 60-е, в 70-е годы с действиями Лаврентия Берии. Но, как мне представляется, эта версия не выдерживает критики. Есть и третья версия, которая высказывалась некоторыми историками, некоторыми специалистами, о том, что, возможно, Сталин покончил жизнь самоубийством, приняв яд, но что-то не сработало. И, вы знаете, здесь психологически что-то есть. Ведь перед глазами Сталина постоянно стоял образ первоучителя Владимира Ильича Ульянова-Ленина, который в своем здании в горках катался по круглому залу, по большому залу на коляске и издавал нечленораздельные звуки а-ля-ля, у-ть-у-тью. Иногда у него что-то вырывалось типа товарища съезд или Чемберлин. И это действительно трагедия человека, так сказать, разбитого инсультом, трагедия человека, который потерял все. Наверное, Сталин не хотел, чтобы вот тот мощный миф, который был создан о властителе половины мира, переродился в разговоры о немощном, ромалитичном, неспособном даже пошевелить рукой человеке. Что ж, мы вправе допустить и первое, и второе, и третье, но сегодня я склоняюсь все-таки к тому, что это была, это была просто смерть. Большую советскую энциклопедию называли в свое время энциклопедией лжи в алфавитном порядке, а советскую историю истории лжи в порядке хронологическом. Вот эти особенности нашего недавнего прошлого предполагают удивительные фантазии о нем. Высшим перлам о малоизвестных событиях начала марта 1953 года стали откровения исследователей о том, что на самом деле Сталин тогда не умер. Он успел увидеть не только, как его двойника хоронили в мавзолее, но и как 31 октября 1961 года выносили мумию из мавзолея. Согласно христианской эсхатологии, где сейчас находится его душа? Если верить Данте, то в аду и в раю существуют круги. Это круги себе подобных. К ужасу палачей их души вечно будут окружены душами других палачей. Убийцы будут соседствовать с убийцами и больше никто не войдет в их круг. Если вы за эту жизнь заслужили почет и уважение, то вы будете находиться в кругах рая, в окружении душ таких же подобных вам людей, чести, совести и благородства. Так вот, душа Сталина сегодня, наверное, находится в аду, в тех кругах, где рядом с ним Ленин и Дзержинский, Гитлер и Гиммлер, Сталин, конечно, рядом с Ежовым и Берией. Ему соседствуют по иронии потусторонней судьбы Лев Троцкий. А за последние десятилетия в этот круг крупнейших палачей века, наверное, добавились всего двое. Это нелюбимый Сталином Иосиф Бростита и камбоджийский палач Полпот. Вот вы представляете, о чем они там говорят и каким опытом делятся. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Так и уподобился он человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И когда умирает патриарх лицемерия, замечает мудрец Владимир Шали, это не праздник для справедливости, это еще одно унижение для бесправной свободы зрения, это еще одно торжество процветающей лжи над поруганной совестью, ибо это не похороны очередного лицемера, это венчание на царство преступной памяти о великом заблуждении. Музыка музыка Субтитры создавал DimaTorzok